всем привет вынес своих карликовых хохинхинов на прогулочку ну хотя как на прогулочку просто чтобы видео снять на 5 минуток тут-то на улице жара они не замерзут но все равно ветерок еще рано им гулять подолгу так немножечко на свежем воздухе посеять ну и чтобы видео снять так на солнечном свете лучше будет видно а там в коробочке я особо красивых кадров не наснимаю вот такие вот малявочки осталось их 7 штучек вылупилась 8 но помните светленький которому я последнему лапки лечил он почему-то он начал ходить а на утро он с лапами все было нормально но он просто был очень слабый погиб вот такие вот красавчики ну ничего 7 штучек мне эта женщина пообещала еще отправить яиц бесплатно но я за доставку заплачу а сами яйца она мне бесплатно отправит как бы ну потому что заплатил за 20 яйца по итогу там не оплот и вылупились не все ну вылупились не все это возможно там и моя конечно вина уже в инкубации но оплот конечно был далеко не 20 штук хотя она мне отправила больше яиц в общем еще отправить мне яичек потом но сказала позже сейчас у нее там записи где-то уже в конце мая но ничего мне то какая разница когда они будут лишь бы были ну еще помните игорь мне яиц даст как бы к хин хин чиков у меня будет семейство на формирую вот такие малявочки сейчас каждого поближе покажу вот первые дни честно мне тут многие не нравились вот этот вот например какой-то постоянно глазки закрывал ой солнышко за тучки ушло не нравился потом один тут вот этот вот легкий был такой какой-то как не кушал вот этот вот это последний вылупился у него и пупочек такой как не до конца втянуто я тоже за него переживал потом еще вот этот что-то как подавился что ли я перепугался думаю как тогда у меня под курица как-то было такое ходил цыпленок рот открывал постоянно ну нет все хорошо сейчас все вроде живенькие чуть-чуть фу хорошенькие уже видно некоторых кучеряшек еще не у всех так конечно хорошо перышки начали расти но вот например вот этот вот мой пепельный или голубой цыпочка не помню мне написала женщина какого кто окрасну вот эти мраморные то я и сам понял вот эти тоже кой так расписала вот это голубые и гляньте перышки видите как кучеряшечки растут такой голубой красавчик и вот еще видно вот у этого тоже как кучеряшечки будут вы что-то вымазался уже тут тут паутины много в траве а вот этот по моему будет обычный тоже перышки уже есть но по-моему обычные будут так вот так вот это тоже как кучеряшка или я вам его показывал не помню вот у этого еще не видно вообще что-то перышки не растут такой рыженький красавчик вот так ой ветер подул ничего с ними ничего не станет не переживайте сейчас их уже понесу все вроде показал конечно когда подрастут и начну их выносить почаще уже на весь день но сейчас еще рано такие малявочки все будем растить сейчас еще лакиданте покажу как выросли давно уже не показывала они уже слоники и по перепелятам еще скажу сейчас показывать их не хочу идти там не убрано у них в общем то во первых погиб один я показывал одноглазый но он родился такой перепеленок он что-то не рос погиб по итогу и виргинцы еще одного раздолбали вот все было нормально до вчерашнего или какого дня да я вам вот показывал когда кого я показал не помню в общем все жили дружно по итогу виргинцы с ними и просто я прихожу в один день и раздолбанный полностью перепеленок обычных я конечно в шоке был я отсадил всех перепелят к хин хин чикам с ними живут сколько их там осталось 6 штучек вроде вот так вот конечно жалко но ничего страшного малявочки вот это не лакиданзи лакиданзи дикие такие вообще не ручные маленькие были не ручные а к хин хина это очень ручная порода спокойная забы набитые все хорошо все собираю их в ведерко и уношу и пойдем сейчас к лакиданзи с вами я их недавно лакиданзи фоткал каждому фотосессию устраивал пока половил пока пофоткал телеграме выложу фотки и хохлатую хилюшка там покажу вот тут вот в этой сетке они живут и уже и на ночь я их тут оставляю с недавних пор вообще уже не заношу как бы ночи теплый днем тем более жара мой паилку сейчас забили надо почистить и я их уже не заношу вообще если будет там дождь или холода опять то я их буду заносить в сарае где фазаны жили где перепелки сейчас там по перепелам тоже новости есть расскажу чуть позже ну туда в общем то буду заносить им нормально будет уже они кабасики даю я им сейчас комбикорм в перемешку зерном пшеницей надо подробить конечно купите разное зерно на дробить им и так давать ну вот пока что что есть даю как бы тоже на одном комбикорме не выгодно их держать совсем кушают они уже немало и вот он видите хохлатый хилюшка поместный от моих курочек сейчас его поймаю поближе покажу тут из лакиданзи как я и говорил три петушка беленький серебристый и темный он скорее всего будет с рыжей гривой такой и две курочки пепельная и рыжеватая перевернул эту клетку сейчас ой господи сейчас моих поближе поснимаю вот так вот вот она красотка курочка оставлять и скорее все буду вот этого вот ой серебристого петушка побежал так сейчас у хилюшку поймаю вам посмотрите вот такая уже большая я не знаю курочка или петушок гребешок потому что формы ореховидной и как бы трудно по гребешку понять по размерам как бы по телосложению вроде похоже на курочку ну не знаю что будет конечно хочется чтобы курочка была вот 5 пальцевая красотка ну и вот такой же хохолок большой надеюсь еще больше вырастет ну не отворачивайся гулять я их также отпускаю крылышки размять вот так вот бегать ну очень пугливая побежали побежали так все гулять не надо мне заходим заходим вот это мне еще они как это какие-то бешеные во все стороны он бегут для всегда цыплята спокойно заходили тут них приходится кругами гонять загонять заходим давайте сообразили неужели все вот такие вот уже большие всем спасибо за просмотр и всем пока